меня зовут никита я уже принципе несколько раз пытался что-то читать на курилке бутенберга хочу сразу расставить некоторые точки над и я не имею совершенно никакого профессионального отношения к астрономии либо космонавтики либо каким-то другим смежным сферам я занимаюсь совершенно другими вещами в жизни абсолютно гуманитарными и социальными но так уж получилось я очень люблю эту тему я большой любитель историй историки космонавтики в какой-то момент начал систематизировать для себя эти знания и получились вот такие вот вещи как эти лекции или статьи на сайте он лайнер бай я кстати сегодня с 4 у немного я просто взял статью для лекции простите вас кто-то читал в общем да сейчас мы я вам расскажу о так называемых космических открытках и послание в бутылках которые отправляют человечество в космос да и давайте сначала посмотрим на этот слайд это он не имеет совершенно никакого отношения к сегодняшней лекции просто мне он очень нравится возможно вы знали может быть не знали буквально несколько дней назад вот этот как раз снимок от 5 сентября но по моему максимальное сближение было второго сентября недалеко от земли относительно недалеко пролетел астероид с прекрасным названием флоренс грубо говоря это огромная гора которая там поперечники ее размер порядка пяти километров он входит в такой топ опасных потенциально опасных для земли астероидов никакой угрозы он в принципе не представлял орбита его давно просчитана он пролетел мимо земли полетел по своим дальше астероидным делишкам земля с ним встретиться только в 2500 году следующий раз но мы живем потрясающее время ребята обратите внимание пролетает гора рядом с землей на нее направляет ну как направляет планета направляет огромная радара и сиба производится его радарная съемка на которой мы можем увидеть вот это это маленькие луны даже у астероида есть луны представляете себе это просто невозможно давайте вернемся к теме космические открытки и послание бутылках я думаю вы представляете себе что такое послание бутылках то есть это некое послание которое запечатано вот такой вот сосуд о нем часто пишут в разных романах прошлого в этот образ встречается поп-культуре и в общем то наверное действительно люди когда-то отправляли такие послания бутылках закидывает в океан у них есть у всех одна особенность адресат их неизвестен то есть это послание которое отправляется куда-то его течет несет течением природы и люди принципе на это не могут повлиять что-то похожее появилось в человечестве в космической эры с появлением космических аппаратов мы наверное сразу в историю не будем окунаться начнем с чего-то более-менее современного это аппарат юнона вот вот он выращается возможно вы пропустили может быть кто-то кто интересуется космонавтики не пропускал 5 июля 2016 года произошло очень крутое событие для космических исследований аппараты юнона стал на постоянную орбиту у юпитера и начал свою исследовательскую деятельность у этого газового гиганта звучит очень легко и просто но на самом деле это результат работы сотен трудолюбивых мужчин и женщин результат миллионов и возможно же миллиардов километров пройденного пути если не ошибаюсь там на момент запуска было больше миллиардов долларов затрат на разработку этого аппарата и обеспечение работы вообще запуск в общем-то юнона это девятые по счету земной аппарат который пролетает систему юпитера второй который стал там на постоянную орбиту после галилео галилео по итогу в конце его срока службы сожгли в атмосфере юпитера и первый космический аппарат созданная людьми который подлетает настолько близко к юпитеру кирилл уже рассказывал о том что юпитер это в принципе такой огромный монстр он обладает не во первых невероятно большой игрой сильной гравитации во вторых огромным магнитным полем есть не ошибаюсь по моему его магнитное поле само по себе если считать его одним объектом считается крупнейшим объектом солнечной системы и невероятно мощным радиационным поясом юнона пролетает очень близко рядом с ним под вот этим вот гексагональным корпусом размещен целый букет научных приборов магнитометров радиометров есть так называемый джунок м которая нас радует фотографиями на скоро прекратит по прогнозам и создателей и в общем то в принципе из-за тех условий где он работает это самые возможно самозащищенные научный инструмент который создавался людьми и вот среди всего вот этого прекрасного разнообразия у него есть замечательный груз это три маленькие фигурки лего на борту вот этого космического аппарата стоят вот эти три маленькие по моему они сделаны из алюминия если не ошибаюсь три маленькие фигурки лего собственно это юпитер это его жена юнона которая в честь которой назван космический аппарат обратить внимание на кстати говоря с этим с лупой потому что возможно тут есть сковородка джина возможно тут есть большие любители мифологии они меня поправят но легенда такова юнона в общем зевс он любил там праздновеселиться с нимфами и своими подругами и он скрывался от людей под облачностью а юнона она была единственная кто могла заглянуть под эту облачность и увидеть его истинный лик то есть в общем вот такой символизм название аппарата даже присутствует и но она отправили чтобы она посмотрела чем там делает этот юпитер а это галилео галилеи которые был тем человеком тем самым землянином которые он кстати не изобретал телескоп телескоп изобрели несколько лет до этого но он был первым землянин который догадался направить так называемую зрительную трубу вверх он направил на планеты направленные питер увидел первое увидел первым так называемые галилеевские луны чем по большому счету перевернул вообще представление людей о мире вокруг то есть мы в тот момент поняли что мы не просто не уникальная но вот есть планеты со своими лунами это потрясающе в общем то можно задаться вопросом зачем все это происходило скотт болтон руководитель исследовательской миссии юноны прокомментировал это так мы поместили эти фигурки лего на борт юноны чтобы вдохновить мотивировать и поддержать детей разделить с ними увлеченность исследованием космоса достижением лучших из возможных целей это хорошая цель и в принципе вот эти вот тройка лего фигурок это не единственная ребята лего которые путешествуют космос лего вообще в принципе плотно сотрудничает с нас а фигурки лего отправляли на международную космическую станцию есть там набор лего наборы которые посвящены американской космонавтики и это не единственно символичный груз на этом аппарате европейское космическое агентство по-своему подготовила к запуску юноны они подготовили для вот такого аппарата наса памятную табличку с портретом галилея и копии его записи одной из первых записи наблюдения галилеевских лун в общем встает закономерный вопрос зачем вообще все это надо зачем на дорогущие научный инструмент среди вот этого всего букета научных приборов с умными хитрыми названиями размещать какой-то явный лишний груз который возможно даже последствий сможет навредить каким-то образом этой миссии ответ очень простой потому что без вот этих вещей не было бы смеха в зале когда я показал фигурки и нам было бы не так интересно читать и космонавтики то есть это по большому счету своего рода такой космический маркетинг дальше немножко еще расскажу об этих вещах и вы поймете что эти вещи они работают они привлекают внимание тысяч людей к космическим аппаратом кстати по той же причине на прошлой лекции рассказывал о снимках которые присылают космический аппарат на землю о том где их брать как их обрабатывать в общем-то у юноны таким символизм обладает даже камера джунок м который установили на юнону изначально нас вообще не планировал устанавливать туда камеру потому что как бы ну зачем если она очень быстро умрет или и электроника будет просто уничтожена со временем юпитером монстром но без фотографии в 21 веке делать нечего нам бы нечем было заниматься в интернете в то время когда мы не понимаем что там пишут о юноне эти колдуны ученые в общем то конечно вот такая традиция марки да кстати на следующем слайде можно еще посмотреть где находятся фигурки вот они маленькие такие стоят отважные маленькие фигурки лего и это собственно говоря есть тот самый защищенный корпус не ошибаюсь по моему это топливный бак вот тут еще выше как раз корпус с электроникой в общем то такая традиция космического маркетинга она это не изобретение современности она появилась аккурат прямо тогда когда люди начали запускать космические аппараты куда-то дальше чем низкая земная орбита с появлением программу луна в советском союзе это фотография луны 2 либо ее макета я точно к сожалению не знаю но вот таким образом она выглядела луна 2 была отправлена в пятьдесят девятом году к луне и в принципе как и все аппараты которые проявил советский союз она была щедро снабжена первые не были настолько щедро снабжена все что жена некой научной аппаратурой ко всему прочему она была на не было установлена штука которая должна была выполнять абсолютно пропагандистскую цель ну и может быть образовательна это вымпел он выглядел вот таким образом она была размещена в самой станции еще один вымпел был размещен в по моему второй ступени ракеты луна которая врезалась в луну если ошибаюсь через полчаса по моему после того как врезалась луна сама станция луна 2 вот на самом аппарате были размещены два таких стальных вымпела с датой запуска и гербом с ссср и вот самой аббревиатурой с ссср два вымпела да простите третью расположили в в во второй ступени одни историки космонавтики утверждают что она детонировала перед тем как луна врежется другие пишут о том что она отстреливалась до того как луна врежется и разбрасываете маленькие кусочки по территории вокруг таким образом как вот брендируя помещая территорию гербами ссср но оставим задачу понять как это происходило для любителей делать запросы в инструкторские бюро либо для археологов будущего которые смогут добраться до местной посадки и понять что же там все же происходило как бы там ни было сфера выполнила свое предназначение луна 2 выполнила свое предназначение а такую копию этой сферы товарищ хрущев передал президенту сша и зенхауру как бы намекая смотри кто первый сейчас это то сфера хранится по музею зенхауру копия еще в одном музее в до в канзасе в канзасском музее космоса в общем-то луна 2 было первым человеческим аппаратом который достиг поверхности луны но далеко не первой своей серии первые удачно запущены была луна один и она была там четвертой по счету и до наших дней дошла вот такая сфера с датой запуска луна 1 январь писадею что как бы намекает на то что на луне 1 эти сферы тоже присутствовали присутствовали и такие сферы на аппаратах которые неудачно стартовали не мне по крайней неизвестно но скорее всего да интерес момент кстати об этом задумался луна один вот она она пролетела мимо луны не попала в луну и это стало первым объектом человеческим на гелиоцентрической орбите то есть на разбил достаточную скорость чтобы убежать от гравитации земли и остаться на орбите которая вращаться прямо вокруг солнца и мне вот интересно был ли когда-нибудь такой советский генерал который услышав про это спросил она упадет когда никогда не упадет прости то есть это вот в принципе такой до mail stone человеческий когда люди запустили в космос что-то настолько быстро и сильно что она вот даже на землю не упадет отметившись первыми на луне советские ракетчики и вся сфера в принципе перспектива манили за собой и советская космонавтика начал отправлять автоматически межпланетные станции к другим планетам то есть это ближайшие самодостаточные наши соседки венере и к марсу абсолютно все автоматические станции которые отправлял советский союз нам жались не только научной аппаратурой но вымпелами гербами монетами ликами ленина аббревиатурами ссср чем угодно есть такой замечательный сайт я забыл его название я потом ссылку добавлю в общем там парень провел конечно очень большую работу он собрал огромное количество этих вымпелов вот например это вымпелы станции луна 9 здесь у нас вымпелы станции марс 2 и марс 3 они их размещали просто на корпусе аппаратов здесь у нас снимки венеры с венеры вот тут вот если вы обратите внимание это первая фотография которая передала станция венера 14 с поверхности венеры вот здесь есть обратить внимание из такой пятиугольный это как раз вот один из таких вымпелов по большому счету а эти вымпелы их меняли они изображались на марках то есть выполняли они вполне такой очень хорошо продуманная образовательная цель ну и плюс ко всему конечно маркетингу потому что вот эти фотографии они облетели весь мир и мы до сих пор на них смотрим и вот этот вот как бы вымпел он его видели тысячи людей золотой век космонавтики он бы в принципе не был таким золотым без космической гонки сверхдержав сша из ссср сша находились в начале этой гонки какое-то время на позиции догоняющих но в шестьдесят втором году сша отправляет аппарат маринар к венере в 64 маринар 4 по моему отправляется к марсу и вот как бы вот эта вот космическая гонка она идет полным ходом шестьдесят девятом году старина арнстрог отмечается на луне маленьким шагом землян а в семьдесят втором году земли стартует пионер и пионер пионер 10 пенер 11 по моему стартовал годом позже это первый разбитчик землян в окрестностях юпитера то есть это первый аппарат который должен был добраться до юпитера передать его фотографии сделать измерения и впоследствии он был первым аппаратом который развил достаточную скорость для преодоления гравитационных фахов уже не земли а солнце то есть это был первый должен первый аппарат потенциально который должен был покинуть солнечную систему к этому запуску готовились очень тщательно ну учитывая важность момента что-то впервые созданные землянами улетит куда-то проще солнечной системы даже не сейчас а через какое-то время и на его корпусе была размещена вот такая пластинка кирилл уже показывал вам сегодня пластины воиджеров и они как бы похожи потому что здесь есть тоже вот эта вся история с шифрованием через длину водорода пульсарная карта вот как раз вот эта стрелочка про который говорил кирилл а также схематические изображения землян мужчины и женщины и схематичное изображение самого аппарата чтобы вот какие-то инопланетяне когда его получат понимали масштаб происходящего автором этой пластинки был все тот же карл сагана который мы сегодня будем много еще говорить астроном астрофизик но и в принципе в общем большой романтик конечно вероятность да тут есть такая картинка простить да вот как раз пульсарная карта мужчина женщина и это изображение солнечной системы в которой плутон еще планета и вот та самая стрелочка которой на планете они должны понять что эта стрелочка конечно вероятность того что аппараты попадут очень бы руки она невероятно мало она крайне мало я скорее верю что мы когда-нибудь догоним чем они попадут в руки инопланетянам но важно помнить что вот эти таблички они в принципе выполнили свое предназначение вот эти образы в какой-то степени стали более известны чем сами аппараты пионер 10 пионер 11 они глубоко вошли в поп-культуру люди очень серьезно опасались потому что того что может быть не стоит рисовать эти пульсарные карты вдруг все-таки инопланетяне нам попадутся и вот как бы вспомните чем заканчивается столкновение цивилизации на земле но тем не менее они отправились полеты свое предназначение выполнять все седьмом году спустя четыре года после пролета пионерам 10 юпитера земли стартуют вояджеры собственно говоря те самые аппараты по поводу которых мы сегодня организовали этот ивент чтобы отметить 40-летие запуска вояджеров земли их запуску готовились еще тщательнее то есть вот это вот послание опять же в разработку возглавлял карл саган это было уже не просто табличка с пульсарной карты изображением людей это был целый футляр в этом футляре находится золотая пластинка на которой как рассказывал кирилл были зашифрованы видео изображение по мы там даже видео шифровали да не только фото изображение записано приветствия на 55 языках земли как сказал же кирилл белорусского там к сожалению нет по моему там записано даже мозговая активность жены карла сагана она пыталась этот момент думать о любви каких-то приятных вещах все так и обращение я секретаря оон и президента сша на тот момент женивень картура давайте я вам зачитаю этот аппарат создан сша вот этот аппарат создан сша в стране с населением 240 миллионов человек среди четырех миллиардного населения земли человечество все еще разделено на отдельные нации государства но страны быстро идут к единой земной цивилизации мы отправляем в космос это послание она вероятно выживет течение миллиарда лет нашего будущего когда наша цивилизация изменится и полностью изменит лиг земли если какая-либо цивилизация перехватит вояджер и сможет понять смысл этого диска вот наше послание это подарок из маленького далекого мира наши звуки наша наука наше изображение наша музыка наши мысли и чувства мы пытаемся выжить наше время чтобы жить и в вашем мы надеемся настанет день когда будут решены проблемы перед которым мы стоим сегодня и мы присоединимся галактической цивилизации эти записи представляет нашу надежду нашу решимость и нашу добрую волю в этой вселенной огромной и внушающей благоговение наивный старик карта в общем как если в 2017 году мы как-то не сильно приблизились создание единой планетарной цивилизации но вероятность того что все же это послание кто-то прослушает кроме нас опять же повторюсь она невероятно невероятно мало опять же повторюсь скорее всего мы когда-нибудь догоним вояджеры поставим их музей чем они попадут чьи-то руки ну а вы как бы просто помните что через 40 тысяч лет когда скорее всего возможно человеческой цивилизации вообще не будет вы же родим вы жар два будут еще в пути и вы и жар один пролетит мимо звезды глиса 445 ну как мимо там расстояние больше одного светового года но все же со своими посланиями на борту то есть это такое вот эхо стремлений жители небольшой планеты земля 20 века в общем то такие послания в бутылках которые предназначаются могут инопланетянам вот так 70-х и отправили и до 21 века больше человечества таким в масштабах каких-то дальних рубежей солнечной системы не занималась но в 14 июня в 2015 года после почти одиннадцатилетнего полета простите забыл один слайд это вот чувак встретил вы же аппарат новые горизонты пролетел на расстоянии 12 с половиной тысяч километров до плутона поставив жирную точку в истории землян и крупных объектов в солнечной системе то есть с посещением плутона можно считать что мы посетили все известные нам крупные тела солнечной системы переоценить значимость этого события ну просто невозможно то есть до полета новых горизонтов мы банально не знали как видит плутон все книжки к изображения иллюстрации плутона в книгах по астрономии в учебниках которые вы видели до 2015 года это сильно сильная такая фантазия автора у меня здесь есть небольшая анимация чтобы понимать масштаб происходящего то есть вот это реально плутон сняты я я есть возможно это даже ну скорее всего это какой телескоп земной и вот небольшая эволюция того каким мы видели плутон причем больше половины кадров здесь снятого уже новыми горизонтами то есть реально мы не знали как он выглядит мы не знали как выглядит это это космическое тело астроном клайд томбо который открыл плутон в он умер за 9 лет до запуска новых горизонтов я даже не знаю хорошо это или плохо потому что он не застал деклассификацию плутона как планеты но он почти посетил свое открытие на корпусе новых горизонтов инженеры нас разместили капсулу с вопрахом как бы отдав дань памяти коллеги и первооткрывателю первой единственной американской планеты хотя это уже и не планета к запуску миссии не менее важной чем войжеры и пионеры готовились еще тщательно нужно понимать что космические исследования это очень дорого относительно даже не знаю чем сравнить в общем это сложно и дорого и наса как федеральному агентству нужно убеждать людей налогоплательщиков в том что нужно тратить деньги на исследование космонавтики потому что они очень сильно зависимы от сокращения бюджетов и очень сильно зависимы от от мнения общества касательно их работы к этой миссии готовились не менее тщательно даже более тщательно скорее всего помимо вот этого капсула с прахом флайда томба на аппарате также размещен четвертак штата флорида откуда аппарат запускался четвертак штата мэриленд где аппарат собирался у меня к сожалению его фотографии нет также с особый символизмом памятам поместили марку я не помню правда какого года но на которой написано плутон еще не исследован то есть вот как бы привет плутон теперь ты исследовал также там было размещено два флага сша я я честно говоря не знаю почему два возможно для стабилизации может потому что факт и америка и фрагмент обшивки первого частного космического корабля которую принципе ну то есть он как бы так и не послетал про него рассказывал предыдущий лектор но тем не менее на тот момент на момент запуска это считалось большим шагом вперед для человечества частной космонавтики что вы собственно говоря такие процессы вообще происходят и большой бизнес складывает деньги в собственные корабли также там была пластина размещена да вот она на которой был написан следующий текст в память об историческом значении в развитии космических полетов это деталь spaceship one совершит полет на другом историческом корабле new horizons new horizons первая миссия землян плутона самой далеко известной планете с нашей солнечной системы spaceship one был первым частным пилотируем космическим кораблем земли spaceship one впервые взлетел в сша в 2004 году незадолго до старта художников но не долго до старта художника один из создателей пластин-войжеров джон ломберг он кстати говоря работал с да с карлом саганом и он был одним из создателей по моему был как раз создателем есть такое известное изображение млечного пути который считается довольно каноничным это вот его тоже работа он предложил закрепить на космическом корабле внимание диск компакт диск с именами жителей земли то есть непонятно кто этот компакт диск вообще прочитает тут явно задача сложнее чем понять что такое стрелка но тем не менее компакт диск улетел и он выполнил свою задачу на этом диске было в интернете было стартовала компания отправь свое имя на плутон на этом диске находится больше 400 тысяч имен землян которые поучаствовали в этом компании 10 тысяч из них получили даже на этот счет сертификатом обязательно будет что рассказать внукам то есть свое предназначение он выполнил и привлек внимание огромного количества землян к вот этой космической миссии в общем-то акция отправь свое имя на плутон было далеко не единственное своего роде за несколько десятилетий planetary society организация как раз возглавлял которую когда-то карл саган отправили на больше десятка космических аппаратов имена жителей земли их записывали на компакт диски закрепляли на корпусе их записывали гравировкой на металлических поверхностях аппарата каждый раз эти акции они привлекали огромное количество землян к космическим миссиям и вполне возможно что для кого-то из них это закончилось не просто фактом внесения в какую-то форму этого имени вполне возможно что кто-то из них искренне заинтересовался космонавтикой и начал после этого получать еще какие-то дополнительные знания ну и в конце концов он будет рассказать что внуков такие открытки и письма в бутылках люди отправляют не только куда-то далеко в проще солнечной системы с шестидесятых годов человечество отправила на марс десятки роботов автоматических станций есть мнение о том что марс картографирован лучше чем земля и на самом деле чистая правда марс рт картографирован лучше чем зеля и луна ну потому что земли есть как бы на поверхность прошу прощения открытый график лучше потому что земли есть океаны с ними работать сложнее но марс мы изучаем очень плотно десятки этих стан механические руки щупают почву нюхают и если можно так сказать проводят анализ атмосферы автоматические станции картографировать поверхность ровера и делают тысячи фотографий поверхности марса для того чтобы колонисты будущего я очень хочу в это верить имели представление о пейзаже примерно таком это закат на марсе но самые фотографируемые объект на марсе имеет вполне себе земное происхождение вот он я специально сделал несколько скриншотов и стока марсохода opportunity это вот такой вот джойстик это называется марс дайл так называемая можно перевести наверно как марсианские солнечные часы я лучше перевода не нашел то есть сам дайл получает солнечные часы а марс дайл это вот солнечные часы на марсе вот этот джойстик он такой объект он находится на трех последних марсоходов которые нас отправляла на марс и он элегантно для создателей его убивает сразу несколько зайцев вот он кстати на curiosity он на это opportunity по-моему если не ошибаюсь это марсоход spirit опять же он здесь есть на нем на внешние ошибки на внешние обшивки они расположены внешние обшивки тут простите на них выграверно слово марс на двадцати двух земных языках также расположен текст на марс чтобы исследовать на curiosity на opportunity и spirit здесь находится фраза два мира одно солнце кстати очень крутая фраза я прямо балдею и вот здесь вот у них на боковых гранях расположен следующий текст тысячелетия марс будоражил наше воображение поначалу мы видели марс как блуждающую звезду вестника обители богов последние столетия сейчас мы переключим чтобы было понятнее вот последние столетия внешний вид планеты через телескоп склонилась к мысли что там возможен климат подобно земному наш первый взгляд космической эры увидел только лишь пустынный мир покрыты кратерами но миссии позднее показали что марс когда-то изобиловал водой опираясь на все это мы задаемся вопросом была ли жизнь на марсе тем кто проделал следующие шаги в поисках ответов мы желаем счастливого пути и радости открытий очень крутой текст он очень вдохновляет и по большому счету марсдайл в свое время убил несколько зайцев как я сказал для создателей этих космических аппаратов во первых это инструмент для калибровки камер марсохода на самом деле то есть вот эти цветовые маркеры они позволяют последствия на земле калибровать снимки там с калибровкой есть свои приколы я последний раз ты рассказывал на другой лекции если двух словах возможно мы видели фотографии марса где небо красноватое на других местах от других фотография на голубой на самом деле на самом деле это происходит по причине различной калибровки цвета применение различного баланса белого и вот эти фотографии которые вы видите с такой голубым либо белым цветом это скорее технические фотографии они нужны для того чтобы видеть лучше разницу на поверхности то есть тогда детали на поверхности они становятся для людей которые оперируют марсоходом им как бы проще ориентироваться во вторых да именно кстати по этой причине это самый фотографируемый объект на марсе потому что он используется для калибровки камер в стоках марсианских роверов фотографии стоки это в общем сайты такие интернете куда прилетает фотографии сразу они публикуются автоматически после их попадания на землю сжимается формат jpeg и публикуются их там фотографии этого джойстика можно увидеть в принципе с эти почти каждого дня то есть как минимум у curiosity это современный классный марсоход а вот в opportunity старичка есть вопросы с камерами и он почти каждый день снимает еще для операторов земных вот этот джойстик во вторых это замечательный образовательный инструмент его помощью пытались детям привить любовь к исследованиям то есть по большому счету если хорошо постараться по вот этой тени можно определить попробовать определить по крайней мере время суток на марсе в тот момент когда была сделана фотография и даже время года ну в третьих это послание опять же но конечно не инопланетянам нам землянам из того будущего когда мы сможем добраться на место посадок этих марсоходов и сдуть них пыль и переместись куда-то в какой-то музей покорителей класс красной планеты в общем-то помимо марс дайл на том же curiosity был опять же целый букет из таких сентиментальных посылок и подарков космосу например вот такая калибровочная пластина для камеры махли это по моему химическая камера с не ошибаюсь в общем микроскоп там была расположена вот такая вот монетка пенни она используется в том числе для калибровки но и в общем такой символический подарок марсу кроме этого на марсоходе кирилл осити например была расположена вот такая пластина с росписями барака обамы джо байдена целой кучи государственных деятелей сша и администрации наса это своего рода в американской космонавтике есть такая традиция вставлять росписи на межпланетных станциях и и когда-то в свое время начал есть не ошибаюсь никсон ставив такую роспись на одном из аппаратов аполлон и также автограф 12-летний клары ма это американская школьница она была автором имени для марсохода кириости что переводится как любопытство в общем то вот эти вот описаны открытки тут был кстати говоря вопрос о том смогут ли инопланетяне их прочитать да не смогут скорее всего никогда инопланетяне их не увидят эти открытки и послания это не как мне кажется конечно не открытки и послания кому-то каким-то дальним миром это открытки послания нам самим вот эти вещи они вдохновляют людей они вдохновляют людей на возможно исследовательскую деятельность возможно висеть какие-то простых и очень малых масштабах возможно кто-то из вас посмотрев на эти слайды сегодня поймет что я не так много знал о космонавтике как хотелось бы и начнет студировать ту же википедию что в принципе неплохо собственно говоря это и есть задача этих посланий мы отправляем эти послания в бутылках не кому-то а самим себе ну и если говорить о тех же марсианских роверах если ничего плохого не случится на планете земля а очень может когда-нибудь до этих роверов доберется археолог или старатель будущего сдуя с них пыль как это делаем мы сейчас поднимая не знаю языке она корабли наших предков исследуя их рассматриваю удивляясь и очень даже возможно разделе с вами радость открытий ту радость открытий которую мы ощущаем сейчас когда мы отправляем эти автоматические станции другим миром и обнаруживаем для нас что-то новое но в общем то как я уже сказал если кого-то из вас вдохновит на поиск новой информации космонавтики значит они уже сработали ну и в конце последним слайдом у меня будет тот самый монолог бело-голубая . карла сагана давайте вы прослушаем это буквально три минуты я надеюсь что звук не будет совсем плохим прямо тут это дом это мы тут все кого вы любите кто вы знаете все о ком вы когда-либо слышали все люди когда-либо жившие совокупность нашей радости и страдания тысяч самонадеянных религий диалоги и экономических доктрин каждый охотник и фермер герой и трус каждый творец и уничтожитель цивилизации король и крестьянин каждая молодая влюбленная пара каждая мать и отец полный надежд ребенок изобретатель исследователь каждый учитель морали каждый коррумпированный политик каждая суперзвезда и каждый бождь все святые и все грешники всей истории человеческого рода жили здесь на пылинке парящий лучах солнца земля это лишь малая площадка в бескрайней вселенной только подумайте о реках крови пролитое всеми теми генералами императорами которые ради славы и триумфа могли без колебаний оборвать тысячи жизней а во фракции а вот так сентябре им подумайте о бесконечной жестокости жители одного края это едва различимые точки по отношению к жителям какого-либо другого края в самодуху насколько часто их разногласия как сильно не хотят поубивать друг друга как горяча них ненависть то как мы себя позиционируем наше мнимое чувство собственной важности наше заблуждение что мы на эту во вселенной все это оспаривается этой точкой бледного света наша планета лишь одинокое пятнышко великой окутывающий все космической тьме в нашей безвестности во всем этом необъятном космосе нет никакого намека на то что откуда-то придет помощь которая спасет нас от самих земля земля это пока единственное известное нам пристанище жизни и пока нет такого места куда бы мы могли переселиться что-то мы можем посетить но еще не можем заселить нравиться вам отеля нет но земля это то место где мы задержимся существует высказывание что астрономия это вызывающий смирение и воспитывающий характер опыт возможно не существует лучшей демонстрации всей глупости человеческого самомнения чем это далекое изображение лично для меня это лишь подчеркивает нашу ответственность в том чтобы относиться друг другу с большей добротой чтобы сберечь голубое пятнышко единственный дом который нам когда-либо был известен да так что хотим мы этого или нет нам придется здесь всем пока что жить и это послание до всем нам а да так Спасибо.